У Месси состоялся разговор с Гвардиолой, и его итог вышел довольно неожиданным. Неймар просит ПСЖ подписать Суареса, Златан продлил контракт с Миланом, а Ван Дебек возьмет ВМЮ-номер в честь Абдалиха Каннури. Об этих и других новостях расскажем подробнее в ближайшие несколько минут. И для начала хотим задать вам вот такой вот вопрос. Как думаете, кто из молодых звезд круче всех проведет будущий сезон? Напишите своих фаворитов в комментариях. Ну а теперь к новостям. Новый резкий поворот случился в деле с возможным переходом Леонеля Месси в Манчестер-Сити. Издание Мунда Депортива сообщает, что у Месси состоялся разговор с тренером-горожан Пепом Гвардиолой, и наставник Сити посоветовал Лео остаться в Барселоне и завершить карьеру там. Источник сообщает, что у Месси состоялся телефонный разговор с Гвардиолой. Пока неизвестно, встречались ли они лично. Так что трансфер аргентинца в Сити, который казался практически решенным делом, вполне может и сорваться. Еще одним аргументом для срыва сделки может стать нежелание горожан платить за Месси. Руководство Сити проанализировало все финансовые затраты на трансфер, и по итогам их оценки было принято решение, что переход аргентинца за деньги неприемлем. Ман-Сити готов подписать Месси, только если он разорвет контракт с Барсой и будет иметь статус свободного агента. В клубе считают, что зарплата футболиста сама по себе станет слишком серьезной нагрузкой для бюджета. Горожане не хотят рисковать ввиду недавних разбирательств по финансовому фэйрплейсу Ефа. Другой форвард Барселоны Луис Суарес также может сменить место работы в это трансферное окно. По информации Диарио Спорт, интерес к Уругвайцу проявляет ПСЖ. Неймар давно хочет видеть Суареса в составе своей нынешней команды. В частности, два года назад игрок просил руководство ПСЖ подписать Уругвайца. Неймар считает Суареса идеальным напарником для себя. Эта мысль вновь возникла у него после финала Лиги чемпионов против Баварии, когда ПСЖ не хватило точности в реализации моментов. Французский клуб ждет, как будет развиваться ситуация вокруг Суареса. Главный вопрос – будет ли контракт игрока с Барсой расторгнут, пока парижане не общались с Уругвайцем. Напомним, Суарес не входит в планы нового главного тренера Барселоны Рональда Кумана. Полузащитник Бреши и Сандро Танали продолжат карьеру в Милане. По информации журналиста Джанлуки Димарцуо, президент Бреши и Массио Мочеллино уже подписал документы о переходе футболиста в Милан. Детали сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что она оценивается в 30 миллионов евро. Танали осталось только просить медобследование и подписать контракт, условия которого уже согласованы, чтобы официально стать игроком Рассанери. Полузащитник Дони Ван Дебек, который в ближайшее время перейдет в Манчестер Юнайтед, уже определился с игровым номером. 23-летний хаффбэк хочет выступать по 34-м номерам. Это дань уважения бывшему игроку Аякса Абдельхаку Нурри, с которым Ван Дебек ранее играл за Амстердамский клуб. Напомним, что в июле 2017 года во время контрольного матча с Вердером Нурри потерял сознание. Впоследствии у Абдельхака были выявлены необратимые повреждения мозга. Нурри пробыл в коме больше двух лет, и в марте его брат сообщил, что он вышел из комы. Ну что же, такое решение Ван Дебека – это очередное доказательство того, что в Аяксе не просто команда, а настоящая семья. Бавария намерена выкупить у Интера Ивана Перешича и подписать с ним контракт на постоянной основе. Мюнхенский клуб предложил за 31-летнего игрока 12 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Роману. Миланцы уже не намерены продавать Хорват за сумму меньше 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Перешич выступал за Баварию на правах аренды и провел 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 4 гола и отдал 4 асиста. Полузащитник Барселоны Иван Ракетич вернулся в Севилью. Хорват подписал контракт сроком на 4 года. Блоуграна сообщили, что трансфер 32-летнего игрока обошелся Севилье в 1,5 миллиона евро. Еще 9 могут быть перечислены в виде бонусов. Ракетич перешел в Барселону из Севильи в 2014 году. В каталонском клубе он провел 310 матчей, забил 35 голов и отдал 42 асиста. Полузащитник Барселоны Артура Видаль может продолжить карьеру в Интере. По информации La газета De La Sport, чилеец подпишет двухлетний контракт с Нарадзури, по которому будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон. Отмечается, что трансфер состоится в ближайшее время. Милан объявил о продлении соглашения с нападающим Златаном Ибрагимовичем. 38-летний швед подписал новый контракт сроком на 1 год. В прошлом сезоне серии А Ибрагимович забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 18 матчах, начав выступление за Рассанери в январе. Продление соглашения швед прокомментировал в своем стиле. «Я прибыл сюда, чтобы вернуть Милан на уровень, на котором они достойны находиться. Я делаю все, чтобы достичь поставленных целей. Мы должны работать изо всех сил. Но за последние 6 месяцев Милан показал, что у нас есть все необходимое для достижения наших целей. Однако нельзя забывать, что мы еще ничего не выиграли. Для меня главная цель – побеждать. В этом сезоне мы должны побеждать», – заявил Златан. А на сегодня все. Подписывайся на наш канал, жми на колокольчик и первым узнавай все самое интересное из мира футбола. До связи!